Это агитация и пропаганда. Нас не интересуют голые факты, нас интересуют причины и следствия. Правда всегда одна. Здравствуйте. 400 журналистов, 107 газет и телеканалов, 80 стран, 2,5 терабайта информации, 11,5 миллионов документов, 4,5 миллиона электронных писем, миллион 117 тысяч изображений, 320 тысяч 166 текстовых файлов. Мир накрыло Панамой. Загадочные находки. В реке найдена совершенно новая шляпа. Владелец шляпы – низкий. Тревожный сигнал. Муравьиный лев забрался в муравейник. Имеются жертвы. Сперва напомним вкратце, что ж такое Панама. Панама – государство в Центральной Америке, 77 тысяч квадратных километров, население 2,5 миллиона человек. Официальный язык – испанский. Столица – Панама. Глава государства – президент. Один из крупнейших международных торгово-финансовых центров. 60% национального дохода страны создается в торговле и обслуживании транзитных транспортных операций. В Большой советской энциклопедии у слова «Панама» было и переносное значение. «Панама» – крупное политическое и финансовое мошенничество, связанное с подкупами высших чиновников и другими злоупотреблениями. По названию скандального судебного дела о крупном мошенничестве французской акционерной компании по прорытию Панамского канала. Если же копнуть еще глубже, то выяснится, что самим своим появлением на карте в ноябре 1903 года государство Панама обязано одному-единственному человеку – президенту США Тедди Рузвельту, который отдал приказ войскам помочь отделению этой провинции от Колумбии. Действовать, не оглядываясь на ягодный мармелад в терминах 1903 года означало выделение 100 тысяч долларов на поддержку революции в штате Панама, отправку к ее берегам эсминца Нэшвилл и признание Вашингтоном независимости Панамы спустя две недели. Далеко не все панамцы были в восторге от такого признания, поэтому только за последующие 15 лет США пришлось 4 раза успокаивать их морской пехотой. Эта вот империалистическая стратегия, революция, интервенция, аннексия, задолго до любых телодвижений на Киевском Майдане войдет в историю под названием «Дипломатия большой дубины». Говори тихо, но держи в руках большую дубину. У тебя все получится. У них и получилось. До 1939 года Панама протекторат США. Строящийся панамский канал – стратегически важный объект для морской навигации и торговли под полным американским контролем аж до 1999. Собственно, и сегодня Панама в первую очередь канал транспортировки грузов, транспортировки денег. Каждый, кто пробовал ставить это под сомнение, будь то президент Амар Тарихас или президент Мануэль Нарьего, дорого платил за свое упрямство. Агент ЦРУ Нарьего после бомбардировки столицы Панамы в рамках операции «Правое дело» до сих пор в тюрьме. Выпускник американского военного колледжа Тарихас, заигрывавший с левыми силами, погиб в авиакатастрофе. Тот, кто посвящает жизнь борьбе против социальной несправедливости, должен как следует взвесить свой выбор. Он должен осознавать, что едва ли ему придется умереть от старости в постели. Генерал Тарихас знает, что он умрет насильственной смертью. Я это знаю. Это предусмотрено, и это меня не беспокоит. Вот какая получается Панама. Ну а что же под ней? Грандиознейший слив конфиденциальной информации пушечным ядром прокатился по всем континентам. Нет, кажется, ни одного правительства от Украины до Аргентины, которое не было бы задето. Или есть? Ну-ка, давайте на карту посмотрим. Вот ведь досада. Забыли Мавританию. Нет ничего про Намибию. Чист Мадагаскар, Мозамбик, Турция, Австралия, Япония вне подозрений. А вот смотрите, вот-вот еще какая-то страна, с которой, если верить Шерлок Холмсом из Международного комитета расследовательской журналистики, Панаму ничего не связывает. Ну, кроме старой доброй рузвельтовской дубины, может быть. Новости о большой утечке данных из Панамы служат еще одним напоминанием, что уклонение от налогов – это большая глобальная проблема. Мы здесь не уникальны, поскольку, честно говоря, у нас тут в Америке есть ребята, которые занимаются тем же самым. Многое из этого абсолютно законно, но именно в этой законности и проблема. С одной стороны, он прав. Газеты тут же приводят в пример американский штат Делавер, где в одном здании прописаны 285 тысяч офшорных компаний. С другой, всем известно, что с американской налоговой АРС лучше не шутить. Поэтому Обамины удивленные комментарии – это скорее фиговый листок, задача которого – прикрыть торчащие из-под Панамы ослиные уши. Дескать, мы-то ни при чем. А скандал между тем раскручивается. В Исландии митинги. Нервничает Кэмерон. Порошенко плохо спит. Оказывается, по оценкам организации «За справедливость в налогах», на офшоры приходится теперь больше 13% мирового капитала – 20-30 триллионов долларов. И все это, вот ведь совпадение, выведено на острова с 2008-го. То есть как раз в ту пору, когда чиновники и Центробанки из разных стран изо всех сил спасали Уолл-стрит, печатая деньги и покупая долги тонущих корпораций. Впрочем, а какие проблемы-то? Все законно же, все в порядке вещей. И, кстати, собственники огромного количества российских предприятий по-прежнему, как не предупреждали их, сидят в таких же Панамах. Капитализм невозможно представить без Панам. Ведь, как завещал студентам экономических колледжей Милтон Фридман, не хочешь, чтобы деньги уходили в офшоры – создавай благоприятную среду. Секвестируй, приватизируй, оптимизируй, снижай налоги. А лучше вообще сам превратись в офшор. Стань Панамой. Вот оптимальная модель государственного, да и мирового устройства. Точно, все, что не Америка, пусть будет одна большая Панама. Какой-то прокуроришка хочет сделать себе имя, попасть в Конгресс, чтобы вместо нас на этом стали зарабатывать Россия и Китай. Обвинишь нас в коррупции? В коррупции. Коррупция – это корректировка правительством рыночной эффективности с помощью ограничительных мер. Это Милтон Фридман сказал. Он чертову Нобелевскую премию получил за это. Мы придумали законы против коррупции, чтобы спокойно ей заниматься. Коррупция – это наша защита. Она греет и оберегает нас. Коррупция – это то, почему мы с тобой тут скачем сейчас, вместо того, чтобы драться за кусок мяса на тротуаре. Коррупция – это наша победа. Вот почему в панамских бумагах практически не упоминаются Соединенные Штаты, зато полно намеков на Россию и Китай. Вот, собственно, и весь смысл. Правда, говорят, в Китае с коррупцией воюют. Только за последний год там вроде бы к ответственности привлечено 300 тысяч чиновников. Кого-то расстреляли даже. Но что должен думать рядовой китаец теперь? Что его дурят? Что, возможно, американский седьмой флот, посланный в Южно-Китайское море, недавно несет китайскому народу избавление от коррупции? Ну, примерно так же, как эсминец Нэшвилл – Панаме. Ну, а лучшим уроком для всех остальных, наверное, следует считать вот эту реплику Эдварда Сноудена. Скандалы в России, Китае, Великобритании, Исландии, на Украине и много где еще должны научить нас. Если ты управляешь страной, держи свои деньги в ней. И вот тогда тебе не страшны ни Панама, ни Ушанка, ни шляпа любого другого фасона. Это была агитация и пропаганда. Скоро увидимся. Мир вашему дому.